здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет сегодня весенняя прогулка по зимнему саду даже для истории снимаю 9 января вот такая картина снежной русской морозной зимы в кавычках конечно же картина очень даже интересная с одной стороны хорошо тепло снега нет с другой стороны для растений конечно это очень даже плохо и для земли и для растений да я думаю люди переживают из-за такой погоды потому что все время пасмурно все время темно у нас темно прям бесконечно такое ощущение что полярная ночь я уже пошла повнимательно посмотреть на свои растения кое-что тут приоткрывала розы розы проветривание все сделаны ну сейчас поближе покажу вам можжевельнички были чуть-чуть у меня при закрыты чтобы их не поломала ну вот сейчас приоткрыла ну и ответь думал от весеннего солнца сейчас прям специально открыла что пусть здесь все на поливается вот так чувствуют себя другие растения перисклетик такое ощущение что дает прям вот новые почки почему покровненькие все здесь вот кое-что и выпривает от такой погоды вот перисклет тут вот смотрю пожалуйста начинает расти герань балеринка новенькие листики но это ли не чудо зимой называется приоткрыты везде розы ну вот так видите какие они каком они состоянии в этом году зеленые а у некоторых просто почки прямо здесь ветром там гортензия зимует вся завалена у меня хвойным опадом вот вижу видите зеленые это гортензия крупнолистная бесконечное лето везде на огороде стоит вода у нас такого не бывает чуда даже ранней весной то есть почва песчаная сколько бы не выпало воды все время это все уходит видно земля все равно немножечко промерзше и вот стоит вода везде видите какое состояние но честно говоря мне этот кисель и вот это все очень не нравится здесь тоже в длинном парнике розы приоткрыты то есть там все гуляет ветер тут клематисы розы с одной стороны там торцы открыты поэтому тут вот такой сквозняк ну что вот у молодой розы например сегодня увидела почки зеленые вон она как это роза которую я посадила летом и вот такие почки ну мне не нравится конечно такая ситуация но этот большой туннель мой открыт тоже с двух сторон то есть торцы открыты вон там крокусы по вылезали но они так вылезли и замерли вот в таком все состоянии вода сюда не поступает не попадает потому что сверху пленка ну так если посмотреть не знаю так все зеленое живое ну что дальше будет я думаю что все равно будут холода все равно будет снег но не может так быть зима на севере в таком состоянии ну вот а если так и останется то зачем мы крутили куклу с кланы и зачем все закрывали тоже непонятно уж растения напились воды благозарядный полив природа сделала очень даже большой и щавель повылезал посмотрите можно урожай скоро собирать вот тоже проснулся пошел да и мелиса новые веточки распускает ну клубнику хоть вообще обрезай да обрабатывай я вчера читала вконтакте что многие люди в ленинградской области ну наверное южнее чем мы грядки копают и морковь уже посеяли под зиму и лук ну конечно я этого делать не буду потому что земля ну настолько сырая вот как можно в нее посеять что-то я не знаю но видно где южнее почва наверное оттаяна и вся эта влага уходит наше болото ничего конечно же не посеять да и как-то не хочется зимой еще заниматься посевами но многие люди вчера читала писали что и копали грядки и что-то там обрабатывали обрезали сжигали то есть вот так вот в начале января можно делать еще различные сельхоз работы а читок решил тоже начать расти вот смотрите вот пустился еще тем более что я здесь не убираю листву ну чтобы растения лучше перезимовали им тепло вот тоже пошли новые побеги у медуницы но это вообще ранее растение уж я ничего не говорю о почках на смородине которые готовы вот-вот лопнуть но даже на яблони это почки вот в таком состоянии то есть просто налитые а в этом году должно быть вообще-то цветочные почки вот это цветочные почки а они вот в таком состоянии вот видите красные наливаются в этом году должен быть год яблочный но если такая будет зима что я уже под вопросом должны бы они быть конечно не в таком состоянии а в спящем а по утру они проснулись вчера снимала вам видео своего чуть ли не весеннего сада за ночь вот такая произошла перестановка или апокалипсис очередной наверное я говорю 15 или 20 как может за ночь столько снега сразу выпасть и конечно он сырой и мокрый и с обеда прогнозируется уже дождь ну вот никак не успокоиться видите вчера здесь еще все цвело я приоткрыла чтоб продышались мои верески естественно не закрыла ну ладно если в очередной раз все растает то тогда и прикрою снег опять сильно мокрый вот так вот все наклоняет опускает как правило такой снег хожу и стряхиваю дабы ничего не сломалось запыхалась потому что чистили дорожки из дома вообще было никак не выйти такой южный ветер сильнейший ураган и всю ночь шуровал и прямо к нашему крыльцу снега столько припала вот такая зима хорошо если бы она остановилась и уже успокоилась а под ногами под снегом прям каток потому что вчера стояла везде вода а сегодня вот так здесь пошла даже вот смотрите называется газон вот можно одевать коньки и это под снегом ну чуть-чуть зимней погоды вот так вроде как уже я как говорю конец зимы хоть бы уже ничего и не начиналось вот так происходит но многие сейчас люди мне пишут что у них выпал снег ну как еще раз говорю надолго ли ну а я взяла лопату вот чистили с мужем ну видите уже даже не видно потому что он сыпет и сыпет ну хоть проходы прочистили дорожки вот такая история с этой зимой непонятные снимаю третий день и все о погоде вот вчера только чистили здесь снег вам снимала показывала ну и как и говорила непонятно что он задержится или нет ну не задержался вот что творится шел вечером уже ливень всю ночь дождь со страшным ветром ну и сейчас прям вот опять дождь дождь все мокрое все грязное страшно даже посмотреть что творится с погодой прям дождь идет как летом вот такой дождь то есть за три дня можно пережить как я говорю три времени года сняла вам весну весну потом зиму зиму а сейчас такое ощущение что прямо такая поздняя осень посмотрите опять воды вот так вот все стоит вода и вода стоит всю зиму между грядками у нас такого я уже наверное конечно говорила у нас такого даже весной нет почва песчаная и вся вода уходит что называется как в песок а сейчас посмотрела между грядками вот там стоит вода и такое ощущение что если чеснок там и зимний лук не выскочили сейчас поэтому все переживают какой будет урожай а я уже переживаю как бы не вымокла и такого за 30 лет чудо вымыкание никогда не было вот если бы я здесь посадила бы чеснок точно бы здесь ну вот представьте вот такая корка льда допустим и какие-то растения не почва не дышит она чуть-чуть так и схвачена морозцами и вот такой лед вода ну это точно бы все просто выприла и вымокла вот везде все стоит и газон на газоне вода стоит вот такая лужа невозможно пройти хожу в сапогах даже в галушах не пройти потому что наступил и там все вода вот такая ребята погода но я думаю что не только у нас вроде сибиряки только что морозы и снег показывают мы северо-запад и центральная часть россии вот такая в общем полная фигня другого слова даже не скажешь хочется было тюгаться и ничего не помогает